Самый популярный вопрос на сегодняшний день. Сколько можно пить кофе, чтобы помочь печени и не навредить сердцу? Помимо приятного вкуса, кофе обладает бодрящим эффектом. Последнее связано с наличием в нем кофеина, который даже в небольших дозах стимулирует организм и помогает преодолеть симптомы усталости. В правильной дозе кофе обладает рядом полезных для здоровья свойств, например кофеин, расширяет сосуды и ускоряет обмен веществ. И это еще не все. Здравствуйте, друзья! С вами канал Центр Здоровья. Мы стараемся быть для вас максимально полезными и собирать для вас только нужную и проверенную информацию. Поэтому просим вас подписаться на наш канал, нажать на колокольчик и поделиться этим видео со своими друзьями. Мы продолжаем. Итак, влияние кофе на печень. Согласно недавним исследованиям, потребление 3-5 чашек кофе в день может вдвое снизить риск развития рака печени, а риск цирроза на 25-70%. Такие результаты были озвучены за научным круглым столом экспериментами из ICI-K, некоммерческой организации в Лондоне. Согласно отчету ученых, сегодня имеет одно из хронических проблем с печенью, около 29 миллионов европейцев. При этом многие не знают о своей болезни из-за бессимптомного течения. В целом, хронические заболевания печени, в том числе гепатит, цирроз, неалкогольное ожирение и рак, являются пятой, наиболее распространенной причиной смерти в Европейском Союзе. А вы знали, что сделает кофе более здоровым? Кофе богат полезными антиоксидантами, но большинство людей не пьют этот напиток, боясь ухудшить здоровье. Тем не менее, в небольших количествах кофе может быть очень полезным для всего организма. Конечно, речь не идет о напитке из автомата или кафе. Готовить напиток нужно самостоятельно. Неограниченный, сублимированный кофе часто обрабатывают различными химическими веществами, поэтому старайтесь покупать кофе в зернах или молотой. При приготовлении используйте только чистую воду и не делайте напиток слишком крепким. Доказано, что регулярное употребление кофе поможет защитить печень. Заболевания печени называют тихими убийцами, потому что они часто вызывают заметные симптомы, когда действовать уже слишком поздно. Врачи рекомендуют заняться профилактикой таких патологий, правильно питаться, отказываться от вредных привычек и пить кофе. Имеющиеся данные указывают на то, что у людей, употребляющих кофе, уровни двух ферментов печени, гамма, GGT и ALT ниже. Конечно, кофе нельзя назвать лекарством, и у каждого человека можно ждать уникального эффекта, не всегда положительного. Но как вариант профилактики этот метод попробовать можно, хотя и с осторожностью. Сколько кофе можно пить безнаказанно, и сколько кофеина может быть вредным. Давайте рассмотрим. Здоровый дневной лимит кофеина 400 мг. Это примерно 4 чашки кофе. После этого нельзя употреблять и содержащие кофеин продукты или напитки. Симптомы передозировки возникают в случае употребления кофеина более 60 мг в день. Для этого достаточно выпить 6 чашек кофе. Признаки передозировки кофеина тяжелое дыхание, сердцебиение, головокружение, тошнота. При регулярной передозировке кофе возникают физические симптомы, такие как усталость, проблемы с концентрацией, стресс, раздражительность, тик, век. Кофе – это один из самых популярных и древних напитков на земном шаре. Миллионы людей начинают свой день с чашечки кофе с молоком, с сахаром, с холодной водой, с лимоном и даже с солью. Его необыкновенный вкус и аромат порождает настоящую кофеманию. Кофе – это больше, чем напиток. Кофе – это искусство наслаждения, польза кофе. Давайте рассмотрим пользу кофе. Стимулирующий эффект кофе, благодаря содержанию кофеина, напиток обладает бодрящим эффектом. Который хорошо знаком любителям утреннего кофе. Почему это происходит? Кофеин улучшает кровоснабжение мозга и даже активизирует кратковременную память, что помогает принимать оперативные решения. Повышает работоспособность и способность снять усталость. Благодаря своему тонизирующему действию напиток помогает справиться со стрессом, побороть апатию, вялость и сонливость. Высокое содержание антиоксидантов. Мы прекрасно знаем, что за временем под воздействием кислорода железо ржавеет. Похожие действия на наш организм оказывают свободные радикалы кислорода. Чем больше антиоксидантов, тем прочнее защита. В одной чашке кофе содержится около 1000 мг антиоксидантов, а это одна четвертой дневной нормы. Снижение риска некоторых заболеваний. Регулярное употребление кофе способно защитить человека от таких болезней, как рак печени, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет второго типа, алкогольный цирроз печени. А если пить кофе без сахара, то можно избежать кариеса. Помимо этого, кофе благотворно влияет на иммунную и пищеварительную систему. Напиток увеличивает выделение желудочного сока, что в свою очередь способствует лучшему усвоению пищи. Друзья, будем рады, если наше видео оказалось для вас полезным. Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! С вами был канал Центр Здоровья.